Наша фракция, партия Леопатриотические силы, очень активно поддерживали идею признания народных республик. Именно народных, потому что народ постал там реально против нацистско-бандеровской власти, которая насильно оккупировала Украину, захватила Киев и продолжает издеваться над братским народом. Мы и на съезде, и на пленумах, и на встречах проводили эту линию. Я вчера с огромным интересом смотрел и слушал выступления всех членов Совета Безопасности. Благодарю президента, что он дал прямой эфир, когда была ясна позиция каждого. Исходя из своей зоны ответственности, все без исключения сказали «да, назрело». Более того, президент в самом конце выступая сказал, этот вопрос давно назрел. Если бы мы приняли это решение пять лет тому назад, ситуация была бы на порядок более благоприятная и в мирном плане, и с точки зрения поддержки наших соотечественников. Но я хотел высказать ряд главных выводов, которые обязаны сделать Государственной Думой и Совет Федерации и сложив ситуацию. Первое. Мы разделяли всегда и разделяем историческую Украину от нацистов-бандеровской власти. И когда на передачах без конца склоняют Украину, я считаю это абсолютно неверный подход, ибо украинский народ сам больше всего страдает от этой оккупации. На Украине было 51 миллион населения, входило в десятку самых развитых стран мира по потенциалу. Украина производила 50 миллионов тонн хлеба и получала из общесоюзного котла 50 миллионов тонн нефти. Она была исключительно эффективной республикой в рамках Великого Советского Союза. Что касается нацистов-бандеровский режим, это выкормыши американских спецслужб, это воспитанники натовской наглости. И мы должны все сделать для того, чтобы помочь украинскому народу скинуть это ермо, которое полностью парализовало все демократические институты и не дает развиваться братской республике. Второе. НАТО нас взяло за горло. Если мы это до конца не поймем, то будет только хуже. То, что говорят их руководители, их ставленники, вообще абсолютно нетерпимо. Это полная наглость и безумие заявлять Стонберга, что НАТО будет еще ближе, если вы признаете республики. Некуда ближе. Я очень удовлетворен, что я не раз выступал с тем, что если под Харьком разместят ракетно-космические силы натовцы, то новые виды оружия, это управление в Кремле, будут лететь 4-5 минут. Вчера президент впервые об этом сказал предельно жестко и сказал, это совершенно недопустимо. Мы не примем такую точку зрения, используем все возможности для того, чтобы такие объекты на сопредельной территории не появились. Мы обязаны это сказать громко и во всеуслышание. Третье США будут нас душить и далее. И мы должны прекрасно понимать суть их стратегии. На Первой мировой войне они стали великой державой. После Второй мировой войны на каждом нашем убитом они заработали по 200 долларов, в кавычках, и сосредоточили 50% золотовалютных запасов мира и продиктовали свои условия всей мировой экономики. Им не хочется терять эту позицию, поэтому будут все делать для того, чтобы поджигать на нашей территории очередной очаг войны. А сейчас было самое время, только мерзавцы могут собрать на одной площадке под Донбассом 130 тысяч войск на линии 50-60 километров без воздушного прикрытия. Это они пригнали туда украинский народ на убой, просто законченные мерзавцы. И мы должны разъяснить украинцам, всем нашим друзьям, близким и братьям, что это преступление против наших народов и не допустить развития военного конфликта. Что касается целой стратегии американцев, они давно объявили Китай враг номер один, ее компартия, но для того, чтобы обезопасить себя, будут все делать, чтобы удушить нас, ибо по ракетному встречному удару только мы в состоянии их наказать. Они должны, они это прекрасно понимают. Что касается Европы, они будут из нее выкачивать ресурсы для того, чтобы еще одного конкурента убрать с экономической сцены. И делают это беспощадно. Посмотрите, что делают с той же мощной немецкой экономикой. Если заставят покупать свой дорогой жиженый газ, немецкая промышленность будет неконкурентоспособной продавать свои товары не только в Европе и в мире, и будет крайне сложно. Что касается четвертой позиции, мы делали все для мирного решения этой проблемы. Я благодарю своих товарищей, благодарю особо нашу команду Кашина, который вместе с друзьями отправил 93 конвоя. Прежде всего отправляли учебники, лекарства, многое другое. 12 тысяч тонн отправляли каждый раз. И сейчас готовим. Благодарю всех, кто вместе с Кабзоном создавал движение «Дети России», «Детям Донбасса». Мы приняли 10 тысяч детей. И сейчас у нас в Игрях отдыхает 150 ребятишек. Чудные дети. Прекрасно знают русский язык, украинскую мову. Настоящие интернационалисты. И мы гордимся этим. Я благодарю Тайсаева, который вместе с нашей командой регулярно выезжал и все делал для того, чтобы протянуть руку дружбы. Наши женские движения Останиной, которые направили только к Новому году 150 тысяч подарков, Коломейцев из одной Ростовской области почти 50 тысяч. И сейчас создали повсеместно штабы и оказывают реальную помощь беженцам. Для нас это вопрос принципа, и мы будем его реализовывать. Но я хотел бы еще раз обратиться к президенту. Левопатриотические силы поддержали нас по Крыму, по Севастополю, по Донбассу, по Южной Осетии, по Абхазии. 132 делегации. И надо, выступая, помнить об этом, что сегодня главные союзники в борьбе с нацизмом и фашизмом, это, прежде всего, коммунисты во всех странах мира, они первые поднимали их для того, чтобы восстать против этой коричневой чумы. И сегодня, накануне дня 23 февраля, Великого дня Красной Армии и Защитника Отечества, надо напомнить, что Берлин штурмовали войска, в которых две трети были коммунисты и комсомольцы. Все командующие фронтов были коммунистами. И надо отделять предателей и перевертышей от тех, кто верой и правдой всегда сражался за нашу великую державу. Советую почитать статью нашего Соболева, генерала, она сегодня вышла в газете «Правда». И пятое. Мы обязаны защищать русский мир. Без русского мира, обращаясь к националам, вы все пропадете. Русский мир собирался тысячу лет. Русский мир – это русские, украинцы, белорусы. Одна вера, одни победы, один язык, одна культура. И когда запрещают человеку говорить на родном языке, это главное преступление. Не зря Донбасс поднялся. Когда мы с Харитоновым приехали отбиваться от натовцев в Феодосию в 2008 году, мы собрали 10 тысяч, мы впервые выкинули натовцев оттуда, прояволею характер. Поэтому для нас народные республики, их признание и поддержка имеют исключительно принципиальное значение. Ну и фашизация режима. И все нужно сделать, остановить это на Украине. У нас есть возможность поднять мировое движение, поднять против нацизма и фашизма. И когда Европа встает, аплодируют Зеленскому пять минут. За что? Средней руки актер, которому стоять за седьмой кулисой салибарной и выходить в третьем отделении, аплодируют после того, как убили на Донбассе десятки тысяч людей. Это свидетельствует о полном разложении морали. И никаких тут прав человека не было и быть не может. И у нас с вами потрясающий опыт. Добавьте одну минуту. Я просто напомню. Я разговаривал со всеми членами Совета Безопасности. Слава Богу, выслушали и прочитали наши мои материалы «Русский мир на двух осях». Ну, вчера, в беседуе с Медведевым, я напомнил ему. Ведь когда у нас загорелся Южная Осетия, сто американцев было, три генерала, которые командовали этой операцией. Напоили их пойлом, от которого теряется, уходит чувство страха и боли. Это натовская армия давно использует. Я с президентов говорил, у нас с вами два часа есть на это решение. Если сейчас в «Русский» тоннеле он четыре километра оттуда загонят, два танка и подожгут, нам нельзя бы нечем будет прикрыть. А у каждого человека на Кавказе есть родственники в Абхазии и Южной Осетии. Они все возьмутся за оружие. Они нам подожгут весь Кавказ рядом. А на этой дождой Медведеву в срочном порядке принял решение, и оно было абсолютно верно. Что сделали те под руководством мерзавцев американцев? Убили всех наших миротворцев и 49 школ из 50 расстреляли. То же самое у нас было и в Крыму. Правильно Калашников подчеркнул. Стоило нам задержаться на сутки. Мы с Мельниковым принимали Константиновым, когда он сказал, в мае будет референдум. Я ему сказал, вас в мае никого не будут, вас в асфальт закатают. В этой военно-политической области надо принимать решение тогда, когда они дают наивысший эффект. Президент вчера принял очень важное решение. Но чтобы сплотить общество, надо убрать антисоветщину, убрать антикоммунизм, убрать русофобию. И прежде всего в пределах Садового кольца. Я некоторые радиостанции слушаю, они хуже натовцев посодержали. И надо закончить преследование наших товарищей. Продолжается оно и в Подмосковье, и в совхозе Ленина. Закончить. Страна требует сплочения и единства на фоне тех вызовов, которые есть реально. Наша партия, наша команда к этому готова. Мы приветствуем это решение. Спасибо, Геннадий Андреевич.